Ростислав Мурзагулов. На связи политтехнолог и публицист. Ростислав, здравствуйте. Приветствую вас. Сегодня много новостей, связанных с выборами. Одни прошли, другие мы ожидаем. Третий вот-вот в январе, но какие-то из них более значимы, а некоторые выборами назвать нельзя. Про последние это я про Беларусь, безусловно. Но начну я, конечно, с главного события этого года. Это, конечно, выборы в Соединенных Штатах Америки. Они уже начались, кто-то досрочно уже проголосовал, и Камала Харрис проголосовала. Так вот, официально мы говорим, что пройдут они, основная их часть, назначены они на 5 ноября Соединенных Штатов. Также пройдут выборы членов Конгресса, а в некоторых штатах и губернаторов, и законодательных органов. Весь мир следит, ну, я не знаю, как весь мир, но Украина, наверное, пристально следит за этими выборами, так как не следила раньше за другими выборами Соединенных Штатов, понимая, что судьба и помощь Украины в целом, наверное, без преувеличения будут зависеть от результатов этой президентской гонки. Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп, соответственно, от республиканцев. В общенациональных опросах Харрис обходит Трампа с незначительным преимуществом в 1%, и поэтому даже опытные политики, политологи, политтехнологи не берутся с точностью сообщить или прогнозировать, кто победит. Давайте рассмотрим оба варианта, вот я, точнее, я вас попрошу рассмотреть оба варианта, если побеждает Трамп, как могут развиваться события, если побеждает Харрис. Ну, смотрите, во-первых, давайте все-таки скажем зрителям о том, что я думаю, что у Камала Харрис шансов все-таки чуть больше, чем 51% вероятность, поскольку есть тут такой казус, как бы, да, чисто политтехнологический, да, я как технолог его замечаю, и о нем надо говорить. Потому что двое выборов подряд по Трампу социологи жестко обделались, прямо скажем, как бы они недооценили его, соответственно, электоральный потенциал. И для них, понимаете, как бы, да, которые живут на заказы своих, в общем-то, контрагентов, да, для них это серпом по одному месту. То есть, соответственно, они сейчас, я думаю, максимально постарались сделать какие-то коэффициенты, которые эту ошибку нивелируют. Потому что им сейчас даже не страшно, если они чуть-чуть ошибутся, значит, занизив шансы Камалы, но для них смерти подобно будет, если они все дружно, третий раз подряд ошибутся с Трампом. То есть, как бы, это заказы, это деньги, соответственно, они, скорее всего, предприняли какие-то меры, чисто технологические. Это вообще неинтересно, как бы, в детали уходить сейчас вашему зрителю, но, грубо говоря, они сейчас недооценивают шансы Камалы. Я в этом уверен, просто, как бы, понимая суть этой профессии, и у меня много друзей в Америке, которые занимаются, значит, выборами, в том числе, которые, у меня были друзья, которые входили в штабы, там, и Обамы, и там, и так далее. То есть, как бы, здесь можно мне верить в этом смысле. Значит, соответственно, я думаю, что шансы Камалы объективно больше, выше. Значит, и, соответственно, поэтому начну прогноз с нее. То есть, как бы, если, например, Камала побеждает, то мне кажется, что здесь вот у них закончится вот эта ситуация, когда Дамоклов меч над головой висит. Потому что я всегда говорю в этой ситуации, что, знаете, в этой ситуации от партии «Пугливая Америка» зависит Украина сегодня. Именно почему так? Потому что, ну, представьте себе вот этого очень странного человека, который не знает, то ли выбрать Трампа, то ли Харрис. То есть, это, понимаете, это выбор. Вот сидит человек, я хочу выпить водки или воды, например. Я хочу кого-нибудь убить или кого-нибудь погладить. Да, ну, вот они настолько друг от друга отличаются. И вот человек, который не может определиться между Трампом и Харрис, это реально человек очень странный и очень пугливый реально. То есть, он боится и того, и другого. Понимаете, да, о чем речь? То есть, грубо говоря, сегодня на ниточке все висит, сегодня все зависит от вот этих вот нескольких штатов, где много вот таких вот странных избирателей, которые не определились между там черным и белым, да, между вот настолько разными кандидатами. И, соответственно, поэтому демократы, опять-таки, здесь чисто технологически я разбираю эту ситуацию, они в какой-то момент поняли, что если они предпримут любое резкое действие, то это испугает вот эту партию «Пугливая Америка». И, соответственно, именно поэтому Зеленский уже считал, что у него в кармане разрешение бить дальнобоем. Уже они делали планы, далеко идущие, исходя из этого решения. Но это решение было приостановлено, потому что технологи в штатах забили тревогу, что любое резкое движение может привести к тому, что колеблющиеся избиратели могут заколебаться не в нашу сторону, потому что они колеблющиеся, потому что они такие вот беспокойные и пугливые, еще раз. И, соответственно, как бы вот этот вот дамоклов меч уходит, и, соответственно, тогда демократы понимают, что они очень сильно подвели Украину, они понимают, что они сейчас должны как бы дать, может быть, не только это долгожданное разрешение, но и что-то еще. И я думаю, что велики шансы на то, что помощь значительно ускорится после выборов, если побеждает на них Камала Харрис. Это как бы вот мы разобрали вроде бы, да. Теперь по поводу Трампа. Например, случилось страшное, я не знаю, там Трампу отстрелили очередное ухо завтра, послезавтра, значит, и, соответственно, он все-таки победил на выборах. Я думаю, что он победит, может, только если ему отстрелят еще одно ухо, потому что в нормальной ситуации, я уверен, в победе Харрис. То есть, соответственно, что будет дальше? Дальше Трамп – это человек, который сейчас находится на пике своей актерской активности, на самом деле. Вот он сейчас делает вот эту вот свою историю, он сейчас себе выписывает всех Оскаров, да. То есть бывают трансформации, да, когда из актеров в политике, не мне вам рассказывать о некоторых из них, значит, да, и бывают успешные. А бывают трансформации наоборот. И, собственно говоря, Трамп вот сегодня, как бы, да, придя, например, к власти, он захочет такого бенефиса, он захочет чего-то яркого. Разрулись какие-то мировые конфликты – это не первая будет его задача, где-то там во втором десятке, потому что американцы хотят, те, кто из него голосует, того, чтобы он занимался проблемами Америки в первую очередь. Но там где-то во втором десятке проблем, ну или ближе к концу первой десятки, там есть проблемы международные. Соответственно, он их будет разруливать максимально грубо, тупо, но, возможно, как он считает, эффективно. То есть, действительно, это будет ультиматум к двум сторонам. Ультиматум к Путину – если ты сейчас не закончишь, я дам Украине все оружие и мир. Ультиматум к Зеленскому – если сейчас вы не согласитесь на приостановку, на заморозку по этой линии, то я Путину дам все возможности мира и сниму с него все санкции. Соответственно, если вот этот ультиматум вдруг, например, срабатывает, то, соответственно, действительно, теоретически какая-то заморозка может быть. Но я не думаю, что на этот ультиматум ответят положительно украинские власти, потому что все же мне кажется, что здесь слишком много потеряно жизней, слишком много времени прошло, слишком сильно украинцы объединились вокруг идеи того, что страна должна быть свободной, демократичной и страна должна быть в Европе. То есть, соответственно, поставить это все под риск из-за того, что пришел Трамп и что-то там такое, как бы кидает какие-то угрозы, которые, положа руку на сердце, мы с вами понимаем, что реализованы на 100% все же не будут. Ну, потому что все-таки к Трампу не единоличный будет правитель, он не придет сразу в роли Путина какого-нибудь, он придет все-таки в роли человека, который зависим от еще там 300 течений в Америке, в американской власти, потому что Америка так устроена. И, соответственно, поэтому я думаю, что если это Трамп, грубо говоря, то да, все это перейдет вот в такую как бы траекторию каких-то совершенно безумных политических развилок. И это я не завидую в этом смысле власти Украины, потому что эта развилка будет очень тяжелая. И, соответственно, я не знаю, вплоть до того, что, может быть, надо на референдум будет уносить какие-то вопросы. Об этом уже речь шла в Украине, я помню, когда в предыдущие разы как бы, да, там как бы поднимались эти темы, опять-таки поднимались, вбрасывались со стороны западных СМИ. Но вот я думаю, что, может быть, это будет единственным возможным выходом, и для Америки тоже понятным выходом, потому что вы нас принуждаете к этому, давайте мы спросим людей. Ну, вы же демократия, и мы демократия. Вот это работает у нас так. Вот примерно такая развилка, на мой взгляд. Спасибо большое. В одном из недавних выступлений президент Зеленский сказал, что помощь от Соединенных Штатов, в принципе, от западных маркеров мы получаем часто в размере 10%. И тут речь как раз шла в первую очередь о Соединенных Штатах. Как думаете, почему так? Ведь так долго принималось решение, голосовалось, подписывалось, и всего 10%. А где же остальные 90%? Это же вот ровно то, о чем я говорил. То есть это они испугались партии «Пугливая Америка». Они поняли, что если сейчас они будут давать Украине много чего-то, с помощью чего там будет дальше происходить та самая эскалация, после которой тот самый Путин в очередной раз скажет американцам, я сейчас вам на голову кину ядерную бомбу. Ну, собственно говоря, вот это пугало демократов вот все это время. Причем я прямо вот увидел такой момент. Вот я, я не знаю, у меня, конечно, может быть, фантазия очень развитая, но все шло к этому разрешению и все шло к нормальным поставкам всего, чего они обещали. Но вдруг в какой-то момент просто как отрезало, и это прямо случилось после какого-то дня X, понимаете. Я просто подумал, что, наверное, какая-то на эту тему социология у них пришла или что-то такое. То есть я думаю, что здесь надо искать проблему. И если это так, то значит, тогда мы с вами буквально через три дня должны увидеть другую ситуацию. Спасибо большое. Уважаемые зрители, если вы хотите чаще наблюдать Ростислава Морзагулова в Ютубе, вы взбиваете в Ютубе «Невзлинмедиа», находите ресурс, подписывайтесь и регулярно получаете аналитику и свежую информацию от Ростислава. Сделайте это прямо сейчас. А я перейду к следующим выборам. Вторые в этом списке, но первые из тех, кто уже прошли, это выборы, президентские выборы в Молдове. Майя Санду одержала победы во втором туре. Согласно данным ЦИК, после обработки 99,86% протоколов Санду набирает 55,41% голосов. Поздравляют ее уже с победой. Победа далась ей нелегко. За счет граждан Молдовы, живущих за рубежом, президент победила, пишут, с перевесом почти в 11%. Да, пока голосовали внутри страны, побеждал бывший генпрокурор Стоян Огла, оппонент ее во втором туре. Как думаете, во-первых, да, в следующем году там парламентские выборы рекомендуют готовиться уже, потому что Россия и пророссийские силы в Молдове вовсю к этим готовятся выборам, и там схемы, это понятно. Но вы президент проевропейский, это здорово, но парламентские силы могут кардинально поменять ситуацию внутри страны. Мы видим ситуацию в Грузии, согласитесь, там есть тоже проевропейский президент, но который играет такую лишь роль больше сейчас на митингах. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу Стота выбора в Молдове, и насколько важным был этот результат для Украины? Вы знаете, этот результат исключительно важен для Украины, и это тот результат, который показал всему западному миру, что дорогой западный мир, пожалуйста, больше не занимайся похлопыванием по плечу и кидаловом своих союзников, которые готовы гибнуть за тебя, дорогой западный мир. Вот ровно так это расшифровывается. Потому что жители Молдовы, если бы все было хорошо с Украиной, если бы они видели, что Запад не просто похлопывает по плечу, «Давайте, вы молодцы, ребятки, что любите нас, а мы вам за это ничего не дадим». Или дадим, но мизер, который вам позволяет сохранять только часть страны, и то тонущие в крови из-за того, что вы не додаете ни разрешения, ни самого оружия, ничего другого, что вы обязаны давать. Обязаны, подчеркиваю, это никакая не просьба Украины. Это обязательство западного мира. Уж если ты принимаешь к себе в некую ассоциацию, допустим, никак не оформленную, страну огромную, которая сделала вот такой вот выбор, то будь добр, иди на риски. Иди на риски и отвечай перед людьми, которых ты втянул, которым ты пообещал, которым ты сказал, что будет вся поддержка. Мы же помним все эти речи поначалу. Мы помним Бориса Джонсона, большого друга Украины, Джонсонюка, который, если послушать его, то Украина сейчас должна бы стоять у ворот Кремля. Вот если верить в то, что он говорил, потому что он так говорил, потому что объективно это было вот настолько прям зажигательно, эмоционально и так далее. Мы с вами никогда не предадим, не бросим и так далее. И что случилось по итогу? Посмотрите, вот 10% от обещанного, а Европа еще того хуже. Посмотрите, что делает Польша. А у нас свои тут национальные интересы, нам мало там этих вот самолетов, которые летают для того, чтобы иногда там случайно залетевший дрончик, понимаешь, перехватить. Серьезно? Они что там сравнили, с чем? Уж не хочу тут грубых производителей, надо считать, с собой пример. Но, понимаете, я думаю, что Запад, вот увидев Молдову и поняв, что он едва не потерял... Представляете себе, для Запада какая-то тяжелейшая была бы ситуация. Сегодня в Молдове, например, берет и приходит пророссийская, пропутинская власть. И Запад имеет у себя просто плацдарм для танков Путина. Просто плацдарм. И чего бы они тогда бы делали? Какие бы локти они кусали? Вот они уже должны прийти в себя. Они должны понять, что это их напрямую вина. Потому что жители Молдовы... Понимаете, я не сказал бы, что они там ватники прям. Я когда в Украину езжу, я регулярно проезжаю через Кишинев с людьми, общаюсь. У меня там друзья есть. Значит, и какие-то друзья из каких-то высоких слоев. У меня, как всегда, и из всех остальных. Я общительный очень человек. И, соответственно, я же знаю, что просто как бы, ну, понимаете, их даже за это как-то язык не поворачивается упрекнуть. Потому что они говорят, ну, мы-то со всей душой, да, вот с Европой. А нам Европа что даст? А что она дала Украине сегодня? Объективно, она дала что-то, кроме похлопывания по плечу? Ну, ведь мало реально дала. И не додала всего того, что обещала. Даже, блин, несчастные эти старые списанные советские самолеты не хочет отдавать Европе. Ну, и поэтому, собственно говоря, Европе надо эти результаты понять как подарок от Всевышнего, который все-таки дал возможность пока не построить Путину там форпост для своих танков, чтобы прямой наводкой прям бить по Европе. Но это же прям вот без пяти секунд это было. Я вчера с ужасом смотрел на эти результаты по Молдове. И, слушайте, ну, там все было прям очень-очень плохо. Да-да, в Украине тоже следили за этими выборами. А да, кажись там, конечно, такой не проевропейский, не проукраинский президент. Ну, мы тогда все больше будем окружены недружественными нам соседями. Нам хватает Орбана и пиццу. Вот. Если бы еще, да, в Молдове случилось, нам, конечно, было бы еще тяжелее. Еще одни выборы и еще одни соседи. Украина – это Беларусь. ЦИК Беларуси начал принимать документы будущих кандидатов президенты на так называемых выборах в январе 25-го года. Первым, кто, как думаете, зарегистрировался? Конечно же, странно, что первым и не единственным Александр Лукашенко. Конечно же, другие кандидаты тоже пытаются зарегистрироваться. Как пишут в СМИ, настоящих оппозиционеров среди них в этот раз не ожидается. Сделал аж работу над ошибками Александр Григорович. Если в прошлый раз он допустил хотя бы Тихановскую, не Тихановского, напомним, да, который муж ее, оппозиционер, который находится, да, в застенках, то хотя бы Светлана Тихановская была допущена, понятно, со всеми нарушениями, понятно, с накрутками нарисовали что угодно, но хотя бы иллюзия была какая-то. Но, помним, люди вышли на улицы, митинги, избиения и так далее. Сам же Лукашенко заявил, что идет на выборы почему-то не в Минске, а в Казани, и не хотя бы озаренку своему, а почему-то Скобеевой. Ростислав, видите, вы даже в этом некий такой подсмысл, что Лукашенко объявляет о том, что он идет на выборы не белорусам, а почему-то вот там, на чужой территории, чужим журналистам, в странной обстановке. Ну, это, конечно, долбанное позорище, и это прям прямое признание того, что я соцелит Путина, я пытаюсь из Беларуси сделать одну из губерний Российской империи и так далее. Но это прям позорище, конечно. Я, честно говоря, думаю, что, ну вот, белорусы, конечно, сейчас приуныли, и вряд ли надо ждать каких-то больших акций протеста. Но вот после такого объявления циничного, да, обучившегося в своем участии в 155-х выборах, в которых ты обещал, кстати, не участвовать, да, Александр? Он намекал, он говорил, надо готовиться к новым, ну... Нет, но когда были в разгаре протесты, то он же там говорил, что дайте я еще чуть-чуть, а потом вот вы сами, то есть, ну, это же прям было же. Значит, ну, соответственно, я думаю, что он все-таки тем самым может гражданское самосознание белорусов снова разбудить, потому что оно ведь на самом деле недалеко там ушло. Оно ведь на самом деле ведь тоже просто сейчас спит, в том числе и потому, что увидели, что на Украину к победе пока не привел западный мир. А мог бы, все же видели, что мог бы. То есть, на самом деле, если бы это было так тяжело для них, то мы же с вами все видели, что западный мир делает по защите Израиля того же, например. Я сейчас не хочу сталкивать лбами израильтян и украинцев, я просто, наоборот, как бы хочу поделиться в очередной раз. Почему вы закрыли небо над Израилем? Почему туда ничего и толком не долетело? А почему нельзя было сделать то же самое над Украиной? Вы говорите эскалация. Подождите, в чем эскалация? Закройте небо, не дайте бомбе опуститься на Ахмадзид. Здесь в чем эскалация? Ой, Путин, извини, мы тебе не дали Ахмадзид разбомбить. Ты сейчас, наверное, кинешь у нас ядерную бомбу. Вот такая же логика получается. И белорусы же тоже смотрят на это. Там же тут живут люди-то много неглупые и либерально настроенные. Но ведь они же сейчас не выходят. Почему? Потому что они понимают, что да, вот сейчас они, например, попробуют. А там их опять похлопают по плечу и скажут, что классно, ребята, мы вам позволяем гибнуть за демократические идеалы. Так что? И, соответственно, как бы нет. Я сейчас не говорю, конечно, что... Сейчас из моей речи, может быть, следует то, что у меня есть действительно раздражение к тому, что они не додали всего того, что обещали. Но понятно, что и то, что дали там, это тоже, конечно, дало большой эффект и дало возможность стране вообще устоять. Но, слушайте, ну вы сказали, а, да, вы первый шаг сделали и зависли в раскоряку. Ну вот это ж нельзя делать. Люди ж видят по сторонам. Поэтому и происходит все безобразие. Это в Грузии, в Молдове, в Беларуси. Это же весь мир в итоге скрипит и движется куда-то в сторону поддержки вот этих всех диктатур, потому что, а, так поспокойнее все равно. Ну вот надо же дожимать. Вы сказали скрипит, а у меня почему-то вот, я вспомнил про скрепы, и знаете, если глагол от слова скрепы, скрипит и скреплять вот это, то, что происходит в России, как думаете, процессы, которые вот кроме там публичных заявлений, вот недавно патриарх Кирилл вышел, сказал, что на встрече с участниками программы «Время героев» заявил, что православная церковь не осуждает смертную казнь. Ну, да бог с ним, значит, он, может, он лично пересмотрел, там у него есть своя программа от Кирилла, значит, но другие процессы, которые там происходят, я имею в виду не телевизор, а холодильник, вы видели, сливочное масло, дорожающее, картофель, который на 50 больше процентов подорожал. Ну, то есть, если раньше телевизор, холодильник компенсировал телевизор, то сейчас беда будет, и там, и там люди будут бегать от одного к другому, не находя покоя. Как думаете, какие-то процессы могут начаться в связи с тем, что россияне, на которого до этого была колбаска, картошечка и водочка, сейчас будет все то же самое, но там в два-три раза меньше? Ну, это, несомненно, один из очень важных элементов того, чтобы что-то началось, что называется, да, но, к сожалению, да, вот сейчас в России, в общем-то, все то, что было в совке, повторяется в значительной степени за исключением все-таки того, что есть еда. Потому что совок, я очень хорошо помню, он на моих глазах рассыпался, я был достаточно таким продвинутым ребенком, и у меня были там видные коммунисты и папа, и мама, соответственно, они все обсуждали при мне и со своими друзьями, я все понимал и мотал на уши. Если я правильно все понимаю, то тогда все рухнуло потому, что вся страна просто дружно встала в такую необъявленную всесоюзную стачку, просто никто ничего не делал. Да, спячка это тоже можно было назвать, потому что просто, значит, летели команды, они все уходили в песок, никто ничего не делал, потому что все понимали, что это тупик, что это все в никуда, и что бессмысленно все эти команды пытаться исполнить, и вот совок рассыпался просто сам. Соответственно, здесь бы тоже в России бы уже давно все рассыпалось, за исключением того, что есть пока, к сожалению, коммерческий сектор, который в России появился за эти 20-25 лет, и он кормит пока эту страну. Вот это вот то, что, значит, не дает рухнуть совсем. Ну, а пока он кормит худо-бедно. Да, пусть там перебои то с маслом, то с яйцами, там, то еще с чем-то, но сам факт того, что еда есть, водка подорожала не сильно, а выплаты все-таки они всякие разные идут, да, и, соответственно, страна как бы деньгами дурными вот этими вертолетными, ничем не обеспеченными, но все же накачивается. Поэтому сейчас, значит, вот прогнозировать каких-то колбасных бунтов не приходится, их не будет. Но сейчас есть другое, как бы, то есть есть другие причины для не колбасных бунтов, для других, то есть как бы там классическая революционная ситуация складывается уже по другим направлениям. Посмотрите, там верхи не могут, да, уже нормально управлять и нормально взаимодействовать друг с другом, да. Соответственно, тут мы видим прямо этому прямое подтверждение, мы видим конфликт Кадырова с группой Вайна-Керимова, соответственно, мы видим многочисленные другие конфликты, мы видим конфликт ФСБшников со старой генеральской шайгушной элитой, это тоже очень серьезный разлом. Значит, мы видели разлом по линии Пригожин, там слэш все остальные, да. Значит, соответственно, как бы эти разломы идут, разлом по Кадырову никуда не делся. Не верьте, пожалуйста, никому из экспертов, которые говорят вам, что Кадыров успокоился, слушается снова Путина и ничему не возражает, что он сказал. Это неправда. У меня есть источники, которые находятся очень близко к самому Рамзану и к старой площади, которая курирует Кавказ. Я все это предсказал, черт возьми, раньше всех на три недели. Поэтому, послушайте, я вам говорю ответственно, Рамзан не сдался, он не подчинился Путину. Он затаился, он ждет возможности для удара. Он эту возможность найдет. Не просто так, он сначала с дуру наехал на Украину, которая якобы разбомбила его, этот университет, а потом, получив ту же информацию, которую я получил, видимо, чуть раньше Рамзану, потому что так получилось. Я сразу стал говорить о том, что никакая Украина не бомбила эту базу спецназа Рамзановского, которую почему-то университетом называют, что мне как преподу обидно. Значит, соответственно, значит, он ждет, он ждет, он ждет, он сейчас как кобра как бы там сворачивается в этот свой бросок, как бы готовится, и он его нанесет. Поэтому, соответственно, здесь вот это верхи, а низы не хотят. Давайте посмотрим. Вот опять-таки, вот этот вот развал, как бы мусульмане и православные. Слушайте, сегодня в каждой мечети на Кавказе каждую пятницу такие разговоры классные происходят. Мне очень жалко, что вы их не слышите, а я слышу. И мне тоже они очень нравятся, потому что там обсуждается все вот это вот. Там обсуждается противостояние Кадырова со всей остальной российской властью. И посмотрите, какой прекрасный момент вот с этим запретом хиджабов. Это просто такой подарок, это такие поленья вот в этот вот будущий костер полыхающий внутри российского вот этого вот гражданского противостояния, по сути, гражданской войны. Третьей чеченской можете ее назвать, а можно назвать и первой черно-белой войной, да, войной славян с неславянами. Потому что сегодня унижений мусульман в России хватает настолько, что в любой момент черкни спичкой, и это будет восстание, потому что это реально большой набор всякого идиотизма. Ну, вот это вот последнее, конечно, то, что и это, я уверен, результат совещаний на, в общем-то, старой площади, вот этот запрет во Владимирской области они решили там попробовать, да, значит, подергать, Владимирская или Рязанская, я все время путаю, названия вроде не похожие, но они там рядышком, значит, ну, вот где-то в середине России, значит, они пробуют запрещать вот эти вот просто мусульманскую одежду, причем, слушайте, ну, это, я понимаю, бы они никабы запретили, да, то есть, мы с вами понимаем, да, в чем разница. Никабы – это действительно такая безобразная какая-то штука, которая, в общем, женщину внешне превращает в гусеницу, у нее не должно быть ни одного соприкосновения с телом у этой одежды, и там остаются только глаза, и то там сеточкой затянутые, ну, это ужасная вещь, действительно, абсолютное варварство и нарушение права женщин. По поводу хиджабов, слушайте, у меня прабабушка ходила в этом хиджабе, и бабушка ходила, и у всех мусульман ходили, ну, потому что это просто, по сути, платок, а там красивое платье, может быть, там, как бы совершенно это не выглядит, как какой-то, знаете, это самое, религиозный фанатизм, это просто, как бы, такая традиция. И, соответственно, как бы, естественно, Рамзан на это уже обрушился, уже там, как бы, пошло обсуждение, Рамзан это все активно подначивает, и вот сейчас, вот я, как я говорю, сейчас в каждой мечети России это обсуждается, обсуждается то, что вот это все происходит, это ужасно, и они же недовольны. Я не говорю сам, что это поддерживают, мне, честно говоря, все равно, как бы, там ходят люди в никабах, хиджабах, это, как бы, их дело, да, вот, но я просто констатирую факт, что, как бы, есть огромное недовольство вот с этого многомиллионного мира российских мусульман, их десятки миллионов людей, там среди них много людей не бьющих, много спортивных, у них у многих, там, как бы, серьезная идеологическая база в голове, да, то есть, как бы, не как у гундяевской паства, да, которая раз в год фоточку запилила в Инстаграм и сказала, там, что-то такое, что, типа, там, мира всем, вот, а там же есть, как бы, ну, серьезная уверенность в том, что, в общем-то, это серьезная штука, религия, да, то есть, как бы, ну, вот, посмотрим сейчас, как бы, куда все это доведет, это доведет, я думаю, что до чего-то очень плохого для России. Еще одна тема, перед этим, зрители, дорогой, уважаемый, нажмите кнопку лайк, нравится, чтобы нас было больше, спасибо большое. Еще одна тема, еще одна информация, которой хотелось бы, знаете, события, чтобы реакция Запада была более яркой, быстрой, острой и большей. Я про участие Северной Кореи. Власти России будут платить по 2000 долларов северокорейским военным на фронте, а еще увеличат поставки риса в КНДР. Расходы на контингент в месяц составят 20 миллионов долларов, пишет Южнокорейское издание со ссылкой на разведку страны. Кроме военных, в Россию отправят около 4000 северокорейских рабочих. Им будут, правда, платить меньше, по 800 долларов. За это власти КНДР получат от России космические технологии, гарантии поддержки, если на корейском полуострове случится новый военный конфликт. Кроме денег, Россия может начать отправлять в КНДР рис, потому что собственного урожая КНДР не хватает. Раньше Пхеньян получал 50-100 тысяч тонн зерна в год. Теперь это число может вырасти до 600-700. Поставки еды часть оплаты северокорейского оружия на фронте. Смотрите, какая дружба. Тут, с одной стороны, России самой не хватает. Я же говорю, картофеля из сливочного масла, яйца привезут. Сливочное масло из уже забьенных Арабских Эмиратов везут. Из Ирана будут везти масло. Откуда там еще? Из Турции. Яйца импортировали. Но, поделить, но нужны солдаты, нужны инженерные войска для того, чтобы воевать с Украиной. Будь там на территории Курской области или нет, не имеет значения. Как вы в целом видите участие Северной Кореи, и вот действительно не слишком ли слабо и тихо реагирует западный мир на присоединение еще одной страны в войне против Украины? Абсолютно слабо и абсолютно тихо, и мы с вами говорили об этом в начале программы. Собственно, как бы ровно все в ту же самую копилочку складывается. Вот этот мой ответ, что действительно, я думаю, что они там как бы пережидали до, соответственно, до дня 7 ноября. Как бы, да, там, когда, как раньше было такое, знаете, давайте уж после ноябрьских, давайте после майских. Ну, вот это вот, давайте после ноябрьских. Соответственно, как бы после ноябрьских ждем, что сейчас они начнут на это реагировать, потому что это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Там вербальные интервенции, что называется, они были сделаны, кстати, Америкой, и они были сделаны за достаточно высокого уровня. Там об этом говорил министр обороны, серьезный парень, и, соответственно, говорили об этом и в Госдепе. И, в общем-то, это действительно, по сути, уже не просто со стороны Путина какая-то говорильня, да, что мы там вот Америке противопоставим что-то. Это прямо уже физически сбойка, да, а несколькими изгуями своих военных возможностей для того, чтобы нанести ущерб цивилизованному миру, потому что российские ядерные технологии, ну, давайте уж будем откровенно советские ядерные технологии, Россия ни черта не произвела за это время, а ездит, катается на старом багаже советском, значит, но тем не менее, значит, это огромная опасность для Америки. Послушайте, это единственная страна мира, которая просто действительно может, когда Ким Чен Ын проснется с Бадуна в плохом настроении, запулить ракету в сторону Америки. Вот прям может. В этом прям никто не сомневается. И, соответственно, здесь, конечно, Америка на это не может не ответить, потому что иначе Америка, знаете, это как Рамзан Кадыров, который бы не ответил в кровной мести как бы реальными смертями людей, да, он бы превратился бы в какого-то хлюпика, а не в пахана для своих кавказских братанов. А с Америкой примерно такая же история, только в демократическом мире. Это серьезно, прям логика ровно та же. То есть, если Америка сегодня проглотит вот это, а тогда все остальные, всякие кимчуныны, аитолы и прочие, такие будут сидеть думать, о, а что, так можно было, что ли? Поэтому нет, Америка не может это проглотить. И ждем, ждем, только насколько эффективным, агрессивным будет этот ответ. То, как ответил Израиль по Ирану, это было, конечно, куром на смех. Это опять-таки было, чтобы не пугать партию пугливой Америки. То есть, эти какие-то точечные, аккуратненькие ударчики куда-то вроде попали, но не факт. Значит, и, соответственно, как бы, да, ну, там тоже израильтяне тоже ждут, а что будет дальше? Значит, соответственно, и там же тоже надо наказывать аитолу за то, что они творят. Ну, вот сейчас посмотрим, какие наказания последуют в адрес Путина, в адрес Хаминея и так далее. Спасибо большое. Уважаемые зрители, еще раз вам напомню, здесь нажмите лайк, нравится и подпишитесь, если не подписаны, и на Невзлен Медиа ищите Ростислава Музагулова регулярно много интересного. Подпишитесь в описании, оставим ссылку. Ростислав, вам спасибо большое. Ждем результатов американских выборов, обсудим обязательно в эфире. Спасибо вам. Спасибо, всегда рад, на связи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok